Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях министр образования Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга Сергеевна, оздоровительная кампания успешно стартовала в регионе. Расскажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас работает лагерей, сколько детишек отдохнет в этом году? Действительно, началась уже летняя оздоровительная кампания. Это самый напряженный период организации отдыха детей и в Рязанской области, и в целом по Российской Федерации. Потому что лето – это наилучший период, когда наши дети должны отдохнуть, это самые большие каникулы. А также по погодным условиям это время, которое позволяет больше быть на свежем воздухе и получить заряд бодрости к новому учебному году. В Рязанской области в этом году будет работать 365 оздоровительных учреждений. Среди них загородные оздоровительные центры, их на территории области 22. Кроме того, будут работать два санатория, один санаторный лагерь, а также будут организованы 306 лагерей с дневным пребыванием. Кроме того, широкое распространение в регионе получают такие формы отдыха детей, как профильные палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха. Всего мы планируем за летний период в различными формами отдыха и оздоровления будет охвачено 31 тысяча детей. При этом из них более 28 тысяч отдохнут в различных лагерях, а вот около 3000 детей будет охвачено многодневными походами, экскурсиями, то есть тоже будут вовлечены в активный отдых. Если говорить о средствах, из каких бюджетов были они выделены и на что направлены? Основные средства всегда предусматриваются в региональном бюджете. Также в рамках своих полномочий муниципальные бюджеты выделяют средства тоже на оздоровление детей. Ну и кроме того, регион получил бесплатные путевки, которые оплачены из федерального бюджета. Хотелось бы отметить, что всего в этом году из регионального и муниципальных бюджетов выделено на организацию и проведение оздоровительной кампании в целом на год более 330 миллионов рублей. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании и укреплению материально-технической базы наших лагерей было израсходовано порядка 36 миллионов рублей. Но здесь хотелось бы отметить, что при подготовке к летней оздоровительной кампании в этом году был капитально отремонтирован корпус в санаторно-оздоровительном центре «Колос», который примет детей уже в этот летний период. Также построен новый корпус в лагере «Звездный». Кроме того, во всех лагерях проведен текущий ремонт помещений, закуплено мягкое оборудование, игровое оборудование, которое позволит в комфортных условиях нашим детям отдохнуть. Но отправляя ребенка в лагерь, родители в первую очередь, конечно же, задумываются о его безопасности. Как вот эта работа будет организована? Здесь нужно отметить, что за организацию отдыха и оздоровления детей в Рязанской области ведет межведомственная правительственная комиссия, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, представители силовых структур Роспотребнадзора, МЧС по Рязанской области. И в рамках подготовки к приему детей во всех оздоровительных центрах проводится работа по обеспечению безопасности. Прежде всего, это обеспечение охраны территории лагерей. На сегодняшний день из 22 загородных центров в 9 у нас установлено видеонаблюдение по периметру, что на 2 лагеря больше, чем в прошлом году. В остальных лагерях, а их 13 остается, установлены тревожные кнопки, которые позволяют в случае какой-то чрезвычайной ситуации практически мгновенно связаться с органами ОВД и МЧС. Кроме того, за каждым лагерем закреплены участковые сотрудники полиции, которые практически в ежедневном режиме посещают лагеря, находятся на постоянной связи с руководителями загородных лагерей, с тем, чтобы держать ситуацию в лагере под контролем. Хотелось бы также отметить, что персонал лагеря прошел обучение по обеспечению безопасности жизни и деятельности детей. Кроме того, в стоимость путевки на каждого ребенка входит страховка жизни от несчастного случая. Поэтому все меры по подготовке лагеря с точки зрения безопасности детей были приняты. Кроме того, в рамках подготовки во всех лагерях прошли работы по противопожарной безопасности. Вы уже затронули вопрос кадровый, скажем так. Кто будет работать с детьми, педагогический состав в частности? Была проведена целенаправленная работа по обучению педагогов, которые работают воспитателями, и тех лиц, которые изъявили желание работать вожатыми. В Рязанской области организовано три центра по подготовке вожатых. В число вожатых входят студенты различных вузов, но прежде всего это Рязанский государственный университет, Рязанский педагогический колледж. Но также изъявляют желание работать вожатыми и студенты радиотехнического университета, Рязанской государственной агротехнологического университета. Они обучаются по специальной программе. Кроме того, хотелось бы отметить, что в этом году наше министерство для всех лагерей, на все смены заезда детей согласовывало программы воспитательной работы. Мы знаем, что этот год у нас год больших юбилейных дат. Это прежде всего 70-летие победы Великой Отечественной войны. Это год 920-летия города Рязани. Это юбилей Сергея Александровича Есенина. А также это год литературы. Так вот, во всех программах воспитательной работы отражены эти знаменательные даты. И мы надеемся, что в лагерях формы и методы работы по тем мероприятиям, которые запланированы, будут интересны нашим ребятам. Необходимая подготовка у педагогов для проведения мероприятий в интересной форме есть. Но немножко вернемся к вопросу безопасности. С немножко другой стороны, скажем так, все-таки лето, теплый период, особенно его начало. В лесу очень много насекомых, таких вот опасных, как клещи, какая-то вот обработка территории. Обработка территории от клещей производится ежегодно в рамках выполнения планов заданий, которые управление Роспотребнадзора дает каждому загородному здравительному учреждению. В этом году была увеличена площадь аккорицидной обработки, и она была осуществлена во всех загородных образовательно-оздоровительных учреждениях. Если говорить об отпуске за территорией нашего региона, да, за пределами, будут ли такие лагеря или санатории? Да, в этом году планируется, что более 1800 детей Рязанской области отдохнет за счет бюджетных средств за пределами территории Рязанской области. Значит, прежде всего дети будут отдыхать на Черноморском побережье, это и Краснодарский край, и Крым. Впервые в этом году, значит, в течение всего года, правда, не только летний период, наши дети, вернее, мы получили 106 путевок для отдыха в Артеке, и уже первая группа детей уехала туда 29 мая. Еще будет организовано 6 заездов. Всего, еще раз повторяю, 106 детей Рязанской области отдохнут в Артеке. Также дети будут отдыхать в Федеральном детском оздоровительном центре «Смена» и в Федеральном центре «Орленок». Кроме того, в рамках работы Министерства соцзащиты будет организован отдых детей на Черноморском побережье, в санаториях, а также в санаториях в других регионах Рязанской области. Если говорить о льготной категории граждан, сейчас еще у них есть возможность получить путевки в лагерях? Ну, хотелось бы сказать, что в целых, в рамках бюджетных средств, нашим министерствам, Министерствам соцзащиты, Министерствам здравоохранения Рязанской области, закуплено свыше 12 тысяч путевок. То есть это то количество детей, которые отдохнут в лагерях бесплатно. К ним относятся прежде всего дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети, то есть это победители различных конкурсов, фестивалей, спортсмены, потому что у спортсменов, мы знаем, и в летний период продолжается тренировочная работа. И для них созданы и организованы профильные лагеря, а также работают профильные смены. Если говорить о льготных путевках сейчас, вот о бесплатных путевках, то на данный момент, конечно, на лето 2015 года эти путевки уже все распределены. Но родители могут самостоятельно приобрести путевки за свой счет в тех лагерях, где еще остались свободные места. Нужно отметить, что в этом году интерес к отдыху детей в лагерях на территории Рязанской области увеличился. И мы отмечаем увеличение количества родителей, желающих, чтобы их дети отдохнули в наших лагерях. Поэтому те родители, которые заранее позаботились, они уже приобрели путевки самостоятельно. При этом нормативными документами Рязанской области предусмотрена компенсация за самостоятельное приобретение путевок. То есть после отдыха родители могут обратиться в муниципальные органы управления образования, предоставив документы о том, что была самостоятельно куплена путевка, ребенок отдохнул по этой путевке, и в установленном законном порядке им будет выплачена компенсация за приобретение путевки. Спасибо большое за продуктивную беседу, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Ольга Сергеевна Щетинкина сегодня у нас была в гостях, но это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин